Что приготовил новый день вместе с коллегами расскажу я, Дарья Жилина. Здравствуйте и коротко о главном. Рожденный в Архангельской области. Теперь это не просто слова, а бренд. Посмотрим, что входит в детский набор. Из благ цивилизации только электричество. Несколько десятков лет семья Бровиных борется за свои права на квартиру. Архангельский ЦБК стал победителем областного конкурса «Инвестор года». Узнаем об эффективности проекта. Рожденный в Архангельской области. Теперь это не просто слова, а бренд. О наборах для детей, которые вручают семьям с этого года, расскажет мой коллега Аким Самедов. Молодая мама Кристина Мануилова не думала, что маленькая Настя получит подарок. Все-таки девочка родилась раньше 1 января. Однако выписались они с дочкой именно в начале года, что позволило получить и сертификат, и брендированный рюкзак. Это как бы очень хорошая мера поддержки. В принципе, в набор входят такие расходные материалы, которые всегда необходимы для ребенка. Единственное, что вещи, ну как бы они на вырост. Вот, а так, не знаю, набор хороший, нам понравился. Набор, рожденному в Архангельской области, вручается родителям и тех детей, которые родились вне региона. После регистрации малыша в местном ЗАГСе можно просто обратиться в отделение соцзащиты и получить такой набор. В течение января было принято решение развозить эти подарки непосредственно мамам на дам, когда уже мамы выписываются, и мы привозим домой. Нам информацию дают медицинские организации. С 1 февраля подарки уже будут вручаться непосредственно в каждом родильном отделении. Это и в перинатальном центре в Архангельске, это и в Ниандоме, это и в Котласе, то есть везде, где есть родильное отделение медицинских организаций. А в рюкзаке немало подарков. Тут и одежда, комбинезон, шапочка, ползунки и средства гигиены, присыпка, подгузники. Отдельно для родителей брошюрка с информацией о социальной поддержке. Аким Самедов, Александр Кузнецов, Регион 29. А теперь мы расскажем о тех, кто остался брошенным на произвол судьбы в бывшей пожарной части. В несколько десятков лет семья Бровиных борется за свои права на достойную квартиру. Но тщетно. Подробности в сюжете. Бывшая пожарная часть в Соломбале по адресу Маймаксанская шоссе 9, корпус 1. Постройка 1930-х. Первоначально обслуживала Соломбальский ЛДК, затем всю Соломбалу. Работали здесь люди и жили здесь же. Но когда рядом построили новую пожарку, старое здание далось под расселение. Но, как оказалось, переехали отсюда не все. Я так понимаю, вы здесь последние жители в этом доме? Да, мы последние. Мы недорасселенные жители. У нас же дом признан с 1987 года непригодным для проживания с 65% износом. И он теперь у нас не то что непригодный для проживания, он аварийный. Вы снаружи видели, как он на три части расходится уже. Галина Бровина вместе со своей семьей проживает в бывшей пожарной части с 1965 года. Работала в ней диспетчером. Сегодня в свои 78 ей приходится самой следить за домом, чтобы хоть как-то создать уют. Сама убирает снег. Дом от ветхости накренился. В несущих конструкциях образовались трещины. Из благ цивилизации в доме осталось только электричество. Дом этот никому не нужен. И мы вместе с ними. Нас даже перепись не коснулась. Нас с дедом списали вместе с домом. Всех соседей расселили еще в 90-х годах. Кто-то смог самостоятельно приобрести квартиры. Тогда семье Бровиных тоже предложили жилье, но небольшое по площади и не лучше прежнего. Супруги отказались переехать, понадеявшись на более приемлемый вариант. На протяжении последних лет Галина Бровина обращалась к депутатам, чиновникам, главе администрации города. Но все тщетно. Единственная опора пенсионеров – их дети. Старший сын Андрей Бровин помогает латать дыры в доме, утепляет его и обследует проводку, чтобы ничего не загорелось. Есть такая ситуация, что когда, допустим, кому-то из моих родителей становится плохо, вызывают скорую. И был случай, что врачи отказались заходить в дом. Потому что они просто боятся. Просто боятся, да. Дом разрушается. Но Галине Бровиной и ее мужу Алексею уже не до страха. Жить негде, поэтому приходится ютиться здесь, в огромном аварийном здании. Надеясь, что их все же услышат и помогут перебраться в достойное жилье. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. Архангельский ЦБК стал победителем областного конкурса «Инвестор года». Диплом победителя за реализацию лучшего инвестиционного проекта в области освоения лесов предприятию вручил губернатор Александр Цибульский. Речь идет о проекте от ЦБК по реконструкции производства картона, который выполняли с 2008 по 2020 годы. Его реализация позволила увеличить годовые мощности от ЦБК по варке больше, чем на 140 тонн. И по производству тарного картона на 120 тонн. Сейчас комбинат – крупнейший производитель тарного картона в России. Как рассказал генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылев, на реализацию проекта комбинат получил от государства льготы по налогу на прибыль и по уплате аренды на сумму свыше 790 миллионов рублей. А с ноября 2020-го компания уже выплатила налогов за счет дополнительного объема выпуска продукции более чем на 400 миллионов рублей. По сравнению с налоговыми отчислениями за 2020-й, рост отчислений в бюджеты всех уровней в 2021 году утроился и составил почти 6,5 миллиардов рублей. Завтра, 15 января, Следственный комитет России отметит свое 11-летие. За столь недолгий срок сотрудники ведомства смогли доказать свою состоятельность и профессионализм. Недаром им доверено распутывать самые сложные, опасные и резонансные преступления. О работе следователей в Архангельске Михаил Меньшенин. Эта оперативная съемка сделана в марте прошлого года. На кадрах мужчина признается в убийстве человека, с которым даже не был толком знаком. Я вот его взял, встал в руку, встал и его ударил. Встретились случайно, вместе выпили. Из-за бытовой ссоры случился конфликт. Трагедия произошла спонтанно, поэтому родственники и соседи убитого даже представить не могли, кто мог это сделать. Распутывать дело пришлось старшему следователю Анастасии Федосеевой. Изначально ты приезжаешь на место происшествия, понимаешь, что это криминальный труп, например. Но нету ничего. То есть к человеку никто не ходил. Он ни с кем не общался. И, соответственно, начинаешь искать преступника. И вот появляется азарт. Тебе хочется раскрыть это преступление. Виновного тогда нашли благодаря показаниям случайного человека, который мельком видел убийцу и жертву вместе. После чего преступника удалось отыскать по указанным приметам. За пять лет работы у Анастасии Федосеевой таких историй, когда виновного удается найти, имея минимум информации, накопились десятки. Еще больше у ее коллег. Нагрузка остается прежней. Всегда преступления были, есть и будут. Достаточно высокая нагрузка. Следователи работают с высокой интенсивностью. Поэтому в целом ничего не меняется. Единственное, преступность совершенствуется. Очень много преступлений, связанных с использованием высоких технологий, в частности сети интернет. И очень много половых преступлений в отношении детей. Работа ежедневно сталкивает следователя с трагедиями. Убийства, ограбления, сломанные судьбы и слезы родственников убитых. Все приходится пропускать через себя. Илья Макаров в профессии с августа прошлого года, но уже научился справляться с самыми сложными для психики моментами. Нужно уметь выключаться хотя бы раз в неделю, в две полностью от работы, посвящать день себе. Вот опять же, есть живой уголок, на который можно посмотреть, немного разгрузиться. Илья, как многие, профессию выбрал еще в детстве, под впечатлением от детективных сериалов и фильмов на ТВ. Разница между приключениями на экране и реальной работой огромная, но есть и общая черта. Задача следователя – доказать вину преступника, которую киношные герои и их реальные прототипы выполнят во что бы то ни стало. Михаил Меньшанин, Светлана Михеевская, Регион 29. К этому часу все. Желаем вам хорошего дня. Итоги подведем в 19 ровно. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ